итак мы с вами научились рендерить картинку целиком как видите на этот процесс затрачено было 6 секунд на рендеринг нашей картинки мы научились рендерить картинку по частям командой render region знаете забавно вот человек выучил эту команду сидит там себе играется играется это пробует думает классно я теперь могу по кусочкам изображение делать вот не надо мне рендерить целиком всю картинку я могу использовать эту команду render region и мне даже какой-то степени стыдно потому что человек даже не подозревает что эта команда она вытеснена другой более продвинутой команды более интерактивной более удобной и так я вам представляю команду который будет посвящен сегодняшний урок который называется интерактив рендер регион и rr на русский язык переводится как интерактивный участок визуализации или интерактивный рендер участка так я не знаю что вам больше нравится я вообще не люблю называть это все на русском языке мне как-то привычнее на английском мыслить таких программах в общем сейчас не об этом для чего эта команда это команда для того что представьте что у вас нагружена целиком сцена картинка рендерится у вас не 6 секунд а к примеру так ничего там 7 минут или 9 минут да да это не преувеличению такое бывает тоже и вы сами можете представить чему чего это будет ставить вашим нервам поэтому для этого есть программа интерактив рендер риджен давайте ее активируем и вы видите что сейчас у меня в данный момент опять прорендерилась целиком изображение но вы также наверное заметили что по краям у меня появились такие себе точечки вот я вытягиваю 1 вот я вытягиваю 2 и из этого следует что мы видим сейчас вот этот участок смотрите как классно для меня это такой восторг вызывала когда я первый раз тем этому научился делать фактически любой кусочек можно отрендерить этот участок можно настроить ширину высоту подтягиваем отсюда мышку и вы видите вниз вправо влево можно настраивать можно перемещать как перемещать подносим мышку к верхней полоске или боковой полоске и когда появляется ручка берем зажимаем и перетаскиваем вы также можете обратить внимание на то что здесь есть стрелочка справа стрелочка это регулятор качества стрелочка выше всего это отличное качество но соответственно и длительное время наибольшее время для рендеринга визуализации если стрелочку опустить напополам наполовину то качество уменьшается до 50 процентов но соответственно уменьшается и время рендеринга можно качество убить в хлам вот время минимальная но честно говоря непонятно кому нужно такое качество даже для предварительной визуализации ну в общем это так мысли вслух далее что касается настроек самого окна вы поняли что окна это окно можно перемещать его можно уменьшать увеличивать можно настраивать качество также не всем известно что если навести на границу участка рендеринга интерактивного и нажать правую кнопочку то появляются здесь менюшка и давайте выберем интерактив рендер риджин сеттингс это настройки нашего участка региона видите возникло такое окно и давайте вкратце рассмотрим все команды здесь есть как полезные так и бесполезные команды ну естественно как любой программе enable включает выключает то есть по аналогии с вот этой команды detail тоже самое здесь мы стрелочка регулируем как вы видите это тот же самый ползунок фактически то есть его можно здесь регулировать можно прописывать цифры вручную и регулируется наше качество lock to view как бы объяснить что такое lock to view когда lock to view я вообще не пользуюсь этой командой смотрите если перейти сейчас в другое окно то окно участок рендеринга у нас сохраняется только в этом окне если мы переходим в другой вид то ничего не происходит если же выключить lock to view выключила галочку и перехожу в другой любой участок то это окно переводится сюда для чего не знаю но пускай будет альфа мод создадим новый проект демонстрационный пустой проект создадим куб и запустим горячая клавиша комбинация горячих клавиш alt r мы запустили наш участок рендеринга как вы видите все что у нас прозрачные то что у нас будет прозрачным при экспорте файл png то что у нас будет прозрачным она сейчас черная если же мы включим режим альфы то мы именно видим что у нас прозрачно а что нет допустим там будет другой объект и мы будем его видеть за ним тоже будет такая прозрачность включаем выключаем включаем этот режим по умолчанию он выключен и гаджет overlay удобная команда она отвечает за то что сами как видите я ее включаю включая исчезают наши индикаторы объекта то есть перемещение индикаторы перемещения индикаторы осей индикаторы редактирования параметрического вот вернемся в наш предыдущий проект и что я еще хочу сказать последнее что сегодня в этом уроке мы узнаем то что вы можете сохранять свой участок рендеринга в отдельный графический файл расширения тиф вот я настроил вот мне у меня все устраивает и я хочу чтобы только этот участок отдельно провизуализировался нажимаем на кнопку сейв выбираем куда сохранить и сохраняем прописываем название и сохраняем сохранить теперь смотрите вот у нас появился отдельный файл картинка нашего региона и обратите внимание в 50 процентном качестве то есть все детали качества тоже сохраняются и так пожалуй на этом мы изучили все что касается такого удобного инструмента как интерактивный рендеринг участка пожалуй на этом мы закончим условную главу посвященную рендерингу в программе и в следующем разделе мы уже будем изучать рендеринг в отдельный файл помните без труда не вытащишь и рыбку из пруда в следующем уроке мы будем изучать менеджер изображений до встречи